Оперативное совещание правительства В минувший понедельник началось с дежурного бардака Первые три минуты отсутствовал звук в трансляции Ради Фаридович что-то старательно рассказывал о том, как он ездил в Саратовскую область Смотреть, как же там поживают наши мобилизованные, но слышно ничего не было Хабиров, очевидно, об этом не знал Рассказал, но мы не узнали, как там у них обстоят дела Через три с чем-то минуты звук появился Констатирую, что Центр управления регионом, помимо того, что занимается всякой фигней Совершенно не занимается своей непосредственной обязанностью Обеспечением, хотя бы техническим обеспечением деятельности Хабирова В его присутствии в этом замечательном зале Также отмечу, что в этот раз в зале пустовало значительное количество мест в первых рядах Не было некоторых министров, но об этом мы поговорим чуть позже Но, тем не менее, это бросалось в глаза Как и положено, Хабиров начал совещание с частичной мобилизацией Выдал несколько тезисов, в частности, сказал В целом, частичная мобилизация в республике, я оцениваю, прошла очень организованно Также он рассказал нам о каких-то очередях добровольцев в военкоматах Дескать, толпился народ, не всем места хватало И заключил свое рассуждение тем, что теперь у нас две главные задачи Оказание помощи мобилизованным и оказание помощи их семьям Тем самым, Хабиров, конечно, в очередной раз намекнул, что государство российское Не в состоянии ни социально обеспечить семьи мобилизованных людей Ни, собственно, самих мобилизованных чем-то там не может обеспечить Он уже многократно говорил о том, что их нужно кормить, поить Обеспечивать медикаментами, к этому всему призывал и создал даже целый штаб Но мы можем им точно помочь в обустройстве комфорта и нормальных условий Это и постельные принадлежности, это и гигиенические принадлежности, это еда какая-то Еще раз отмечу, что тем самым Хабиров очевидным образом дискредитирует Министерство обороны Которое, безусловно, в состоянии обеспечить доблестных воинов российской армии Всем необходимым вооружением, питанием и оснащением Но Хабиров так не считает Также Хабиров и высказал одну такую личную мысль, которую, конечно, стоило бы обсудить Вы знаете, мы же сами меняемся в этой связи, потому что, когда мы провожаем людей, когда мы с ними общаемся На мой взгляд, мы становимся, конечно, это непросто, но мы становимся сами лучше Мы сами становимся лучше Ну, это, видимо, личное наблюдение Каждый раз, когда Хабиров провожает эти вереницы автобусов, он становится немножко лучше Не могу сказать, что я пожелаю ему проводить больше и больше автобусов, чтобы стать уж совсем великолепным Потому что я прекрасно понимаю, куда уезжают эти автобусы Говоря о мобилизации, Хабиров почему-то все время использовал прошлое время Ну, как будто бы мобилизация уже закончилась Или как будто бы мы живем в Чечне, в которой глава республики встал и сказал, что мобилизации не будет Потому что мы когда-то там какой-то там план перевыполнили Однако, увы, это не так Мобилизация не закончена Закончен только первый из трех этапов Учебные части худо-бедно заполнены мобилизованными Сейчас их нужно там каким-то образом поучить и отправить уже на передовую Вчера уже были сообщения, что первые мобилизованные прибыли в Луганскую народную республику Отмечу, что это было сообщение Министерства обороны И, значит, места немножко освобождаются А через неделю-полторы совсем уже освободятся И, как говорится, на эти места начнут набирать новых Так что те, для кого это актуально и кто каким-то образом следит за мобилизацией И участвует или не хочет в ней участвовать Нужно обратить на это внимание Таких волн будет три Даты, конечно, точные называть нельзя Но примерно через неделю-полторы начнется вторая волна А потом через три недели еще и третья Это пока только первичный план Ну, собственно, я к чему это? К тому, что говорить о мобилизации в прошедшем времени еще рановато Далее Хабиров присел на своего любимого конька-горбунка На рост индекса промпроизводства Правда, в этот раз он какой-то уж очень скромный Два целых и девять десятых процента Это вовсе не лидирующее место в ПФО Всего лишь четвертое При том, что рост индекса промпроизводства в Башкирии Почти в пять раз меньше, чем рост того же самого индекса, например, в соседнем Татарстане Но радует Хабирова рост индекса сельхозпроизводства Этот рост составил 13% в этом году в абсолютном выражении И тут действительно констатируем относительно прошлого года, как минимум Великолепный результат сельскохозяйственного сектора Башкирии Но об этом тоже пойдет речь ниже Хабиров, обсуждая промышленность и вообще экономику Прямо скажем так, вскользь Мрачно констатировал, что региону нужно готовиться к трудностям Нам надо готовиться к определенным сложностям Это тоже может быть Лучше всегда быть готовым к сложностям Чем потом оказаться неготовыми Мы же знаем, да, что будет лучше, чем в Европе То есть примерно к тому же мы и будем готовиться То есть трудности наши будут лучше, чем трудности в Европе Первый вопрос оперативного совещания был созвучен со вступлением Хабирова И первый вопрос был об оказании гуманитарной помощи В рамках референдума Луганской Народной Республики И работе волонтерского штаба имени Шеймуратова Ну, заголовок, прямо скажем, достоин отдельной расшифровки Докладчиком по этому сложному витьеватому вопросу Был главарь регионального исполкома партии «Единая Россия» Насрединов Руслан Федоисович Именно партии «Единая Россия» поручил Хабиров заботиться о семьях мобилизованных И вот создан такой штаб, само собой понятно, имени Шеймуратова У нас все теперь имени Шеймуратова Удивительно, как платежную карту они не переименовали И долги в карту Шеймуратова Особенно меня заинтересовала первая часть вот этого заголовка, да, доклада С какого перепуга на тогда еще иностранной территории То есть до завершения референдумов Политическая партия соседнего государства совершает какие-то действия Собственно, из доклада этого самого Руслана Федоисовича Было понятно, чем там занималась партия Партия там занималась агитацией То есть на сопредельной, иностранной на тот момент территории Феноменально совершенно, ну в рамках каких-нибудь международных правил То есть представьте, что у нас идут какие-то выборы И активную работу в регионе развернула, например, Республиканская партия Соединенных Штатов Америки Или партия, значит, христианских демократов Федеративной Республики Германия То есть ведет у нас тут прямо в Уфе Какую-то агитационную работу развернула, штабы, листовки раздает, значит, повсюду девушки стоят в цветах партии Вот представьте себе такую картину Ее невозможно представить И вообще такого не должно быть Чтобы политическая партия иного государства вела деятельность на территории другого государства Совершенный абсурд Но ни Хабирову, ни партии «Единая Россия» это не кажется абсурдным И, как обычно, они для отчета по своей работе запилили духоподъемный видеоролик Там были детки с бантиками, там шло голосование на пеньках Все кричали, что они, цитирую, мы счастливы, Россия, здравствуй, мы хотим в Россию Значит, этот самый Руслан Федоисович всех уверял, что жители встречали их как родных А явка на референдуме оказалась настолько высокой, что можно только порадоваться за жителей Луганской Народной Республики 94% была явка, причем за вхождение в Российскую Федерацию По словам Руслана Федоисовича проголосовало 98,4% Собственно, вот все участие партии «Единая Россия» в выборах в Луганской Народной Республике Никто не сомневался, что так оно и будет, так оно и было Поговорили немного и о штабе волонтеров Я так понял, этот штаб работает у нас здесь в Уфе, в Башкирии И занимается в основном помощью семьям мобилизованных В чем конкретно заключена эта помощь семьям мобилизованных, так и не было сказано При том, что об этой помощи говорили бесконечно много раз, долго И возвращались к этой теме многократно Но конкретно о чем шла помощь, речь так и не зашла на самом деле Ну, сообщили нам о каких-то 200 звонках в колл-центр партии «Единая Россия» В общем-то, видимо, вся помощь в этом и заключалась Возглавляет этот штаб волонтеров депутат госсобрания Рустам Ишмухаметов Ну, собственно, на это можно было бы ставить точку Потому что все, что возглавляет Рустам Ишмухаметов, все, как правило, плохо и заканчивается Выслушав доклад главаря Единороссов Хабиров раздал дежурные поручения В очередной раз поручил главам районов и муниципалитетов Заботу о семьях мобилизованных И благополучии самих мобилизованных Хабиров рекомендовал всем главам лично съездить в места боевого слаживания Значит, там всех похлопать по плечам Раздать бинты, йод, зеленку и сушки В общем, помощь оказывать Отдельное указание Хабиров выдал министру культуры Амине Шафиковой Он поручил создать агитбригады И чтобы они не менее двух раз выступили перед мобилизованными в местах боевого слаживания До их отправки на фронт Хабиров уверяет, что когда он туда ездил на прошлой неделе Будующие бойцы заверили его, что у них так много свободного времени Что они бы с удовольствием послушали какие-нибудь башкирские песни и пляски И вот дано такое поручение Амина Ивановна, что я попросил бы вас Я прошу организовать агитбригады Потому что мы разговаривали с ребятами, которые там Они в принципе говорят, что у нас есть время послушать и мы скучаем Такое прямо уж калькирование ситуации во время Великой Отечественной войны Когда создавались агитбригады фронтовые Когда актеры и певцы ртом ездили на фронт поднимать дух бойцов Ну, честно говоря, немножко коробит от такого прямого копирования Не знаю, какой толк будет от выступления наших вот этих вот Ай Хабиров, молодись по всем этим боевым частям Не знаю, но тем не менее такое задание дано Далее Хабиров между докладами сделал совершенно неожиданное И, на мой взгляд, сенсационное заявление Он заявил, что теперь его управленческая команда за рубеж выезжать не будет Мы для себя тоже предполагали, но в такое время приняли решение Что управленческая команда не выезжает У нас здесь своих задач полно, и мы будем их здесь решать Видимо, оказались правы те источники, которые говорили Что очень-очень сильно настучали радио Фаритовичу в Кремлевской администрации За его чрезвычайную, абсолютно бестолковую внешнеэкономическую И вообще внешнеполитическую активность За его вот эти сверхдорогие вояжи, которые все больше походили на отпуск И развлечения за бюджетный счет в сопредельные государства Да и превратился Хабиров в некую черную метку для наших соседей Куда он не поедет, там везде сразу власть меняется И все договоренности пропадают, сгорают и идут прахом Так было с Молдавией, так было с Казахстаном Так практически случилось с Узбекистаном И, судя по всему, в ближайшее время произойдет с Ираном Неожиданно, но предсказуемо медным тазом Принакрылись планы покуролесить от души и покушать сытно В Иране, Узбекистане и, видимо, в Белоруссии Точно уже в Турции, куда они поехали по плану башкирские чиновники Непонятно, что будет с госзакупками, которые они успели уже организовать Я говорю, например, про госзакупку на 58 миллионов рублей Которая была объявлена на платежи за поездку в Иран в американских долларах То есть несложно посчитать, что по нынешнему курсу Это практически 1 миллион американских долларов Нужно было перечислить туда, в Иран, сконвертировать А это сейчас не очень просто Вот за это надо было еще и проценты заплатить Вот мне интересно, этот миллион долларов он уже в Иране Или еще не успел туда отправиться Ну, в общем, вот как-то так Здесь я совершенно поддерживаю это решение кремлевской администрации В том смысле, чтобы запретить Хабиру Вот эти хаотические метания по сопредельным территориям Надо перестать пугать соседей совершенно необоснованными обещаниями, планами и роскошью губернаторов Надо заниматься внутренними вопросами Собственно, Ради Фаридович так и обосновал свой отказ от иностранных вояжей А оказывается, у него очень много дел здесь в Башкирии Ну надо же, а? Ну, наконец-то, как говорится, прилетело, объяснило Действительно, в Башкирии достаточно много дел Однако, сам по себе дальнейший ход оперативного совещания Слегка опроверг его же собственный тезис Далее Хабиров попросил очень коротко сообщить, что у нас в сетях Ну, тем самым обратился к Елене Анатольевне Прочаковской Елена Анатольевна своим характерным скрипучим голосом сообщила нам, что жители Республики Башкортостан Тоже беспокоят мобилизация, но снижается количество обращений по этому поводу Утешила Прочаковская Хабирова Конечно, жители тревожат так же, как и всю нашу страну Тема частичная мобилизация, но снижается уже обращение по этому поводу Вместе с военкоматами, вместе с коллегами на местах отрабатываем На первом месте в ее рейтинге беспокойств жителей Башкирии стоит все-таки мобилизация И это 50% всех звонков в Центр управления регионом Далее идет ЖКХ, потом благоустройство, дороги, образование, социальное обслуживание, медицина на седьмом месте Восьмое место транспорт, далее мусор и мусорная реформа И на десятом месте строительства и архитектура Прочаковская действительно постаралась кратко очертить ситуацию в Башкирии По крайней мере на основе ее сетевых изысканий Общий образ Башкирии таков Жизнь постепенно выравнивается Это прямая цитата из Прочаковской Куда она выравнивается, как выравнивается, уточнений не было А далее Елена Анатольевна, видимо желая быть совсем уже очень краткой Сказала такую совершенно феноменальную вещь, которую мы с вами сейчас обсудим Вопросов таких, которые следовало бы, о которых доложить сейчас на заседании оперативного штаба Сейчас наиболее таких сложных нет Понимаете, да? То есть Прочаковская заявила, что в республике Башкортостан По сути вообще теперь нет никаких вопросов и проблем О которых вообще стоило бы заикаться, скажем, на оперативном совещании То есть я уж не знаю, что это Животворное воздействие и мобилизация Потому что пару недель назад вопросов были целые списки Они бурлили и выстреливали, менялись местами Актуализировались А теперь вообще просто нет каких-то проблем, о которых стоило бы говорить на оперативном совещании Медицина, дороги, ЖКХ, отопление Все это такие мелочи, о которых вообще в принципе Елена Анатольевна призывает даже и не упоминать Ну окей, но нет проблем так нет Если решать больше нечего То давайте хотя бы немножко сэкономим на содержании и существовании самой Елены Анатольевны То есть госпожу Прочаковскую с орденом Салавата Юлаева на спине Можно обратно отправить в Красногорск Дальше торговать там мануфактурой Чем она собственно раньше и занималась Как бы зачем она теперь нам нужна И зачем мы платим ей гигантскую зарплату Оплачиваем ее проживание там и прочие-прочие вещи Да, при том, что у нее еще там всякие Дима Черенкова и вообще целая огромная компания-коллектив Всех их нужно с благодарностью отправить Ну некоторым из них, кстати говоря, вполне себе полагается мобилизация Ну в случае, если их уволить с работы и сэкономить бюджетные деньги Ну в общем я не думаю, что Елена Анатольевна согласится с подобной перспективой Однако сама же она утверждает, что проблем больше нет и изучать больше нечего Если раньше эпидемиологическая обстановка и проблема COVID-19 Была первым вопросом оперативного совещания То теперь это вопрос номер 4 Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин Доложил нам о том, что Общее количество заболевших в республике составило 320 572 человека В стационарах 271 человек Амбулаторно лечится 4522 В медицинских учреждениях развернуто 580 коек И из них 13% свободны 3 109 000 человек уже вакцинировано в республике Ревакцинировано 880 000 человек Рахматуллин, выдавая эти цифры Никоим образом не соотносил их с предыдущими На прошлой оперативке вообще не было доклада о COVID-19 А на предпоследней оперативке такой доклад был Потому мы можем сравнить цифры за две недели Так вот, я не поленился и посчитал За две недели в республике заболело почти 12 000 человек COVID-19 Если быть точным, 11 626 человек Амбулаторно лечащихся за две недели Стало на 50% больше Прибавилось только 30 коек в больницах И процент свободных коек вырос только на 5% Тут, конечно, стоило бы говорить о том, что 12 000 заболевших за две недели Это много То есть это достаточно высокий Эпидемиологический уровень Но господин Рахматуллин Это никак не заострял внимание Собственно, заострять было и нечего Потому что Хабиров его откровенным образом Не слушал И когда доклад Министра здравоохранения закончился Хабиров продемонстрировал полное безразличие К проблеме Эпидемиологической обстановки в республике Он вдруг сказал Сидел, честно признаюсь, о другом задумался Коллеги, я просто должен, наверное, сказать Вот здесь вот рядом с вами должен был сидеть Азад Шамильевич Вы знаете, Азад принял решение Написал заявление И ушел, и уходит добровольцем в один из наших батальонов То есть Хабиров, не слушая министра здравоохранения Не обращая внимания на 12 000 заболевших за две недели в республике Думал о любимом, дорогом друге Азаде Шамильевича Который то ли ушел, то ли уходит На специальную военную операцию И уходит он очень небыстро Не то, что всех остальных несчастных туда позабирали С котомками Азад Шамильевич уходит медленно И как-то немножко не за горизонт Я никогда не сомневался В том, что жизнь и здоровье Своих подельников волнуют Хабирова Существенно больше, чем жизнь и здоровье Всех четырех миллионов жителей республики Башкортостан Я никогда не сомневался в откровенном цинизме Хабирова И его абсолютном презрении к жизни и условиям жизни окружающих Но тут уж как-то получилось слишком ярко Мог бы и промолчать Мог бы и по-другому как-то это все Выделить или хотя бы где-нибудь в другом месте Но вот на фоне такого количества бедствий и болезней Мысли о любимом друге, конечно, немножко коробили слух Но надо понимать шкалу ценностей Хабирова И он в очередной раз нам ее продемонстрировал Далее был доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах И тут было много странного Например, мы уже привыкли к докладам Исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Головановой Ирины Александровны В этот раз у нас был доклад Исполняющего обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства Некого Юрия Палтусова Куда делась, Ирина Александровна, непонятно В отпуск вроде как-то не сезон Да и времена нынче тяжелые Открытие, запуск Отопительного сезона Министр никак не должен идти в отпуск Там еще что-то Надеемся, что с ней все в порядке Господин Палтусов заявил нам, что Отключение более 8 часов В период его ответственности За ЖКХ республики не случилось Потоки фекалии на проспекте Салват-Юлаева И фонтаны кипятка в центре города Это тоже все ерунда И господин Палтусов считает, что это вообще не проблема И говорит тут не о чем Также он сообщил нам о том, что Все муниципалитеты приняли решение О старте отопительного сезона И в 89% На квартирных домах Тепло подано А в остальные дома Тепло будет подано в течение 2-3 дней Но потребуется еще недели на регулировку Даже случилось что-то вроде перепалки Между Хабировым, Палтусовым И примкнувшим к ним Морзаевым Хабиров пытался поймать их на словах Скажите, в какой срок будет отопление Но Палтусов с Морзаевым Хитро переглядываясь и перебивая друг друга Запутали легковерного Хабирова Рассказывая, что то ли через 2 дня будет отопление То ли через неделю, то ли то, то ли сё Но в общем сошлись, что к 10 октября Отопление должно быть у всех Запомните эту дату Если его не будет к 10 октября Можем это все обсудить Также бросалось в глаза то, что у господина Палтусова Продолжается падеж дворников Мы внимательно следим за количеством дворников О которых нам рассказывают Меняющиеся на глазах министры ЖКХ Так вот, месяц назад Госпожа Голованова упоминала, что у неё в штате И работает на улице 3709 дворников Вчера в понедельник Господин Палтусов сообщил, что дворников стало 2957 Потери личного состава Среди дворников составили 20% 752 человека Что происходит? К зиме дворники не нужны? Снег убирать не нужно? Или у нас всё так здорово с малой механизацией Что один дворник будет убирать 10 дворов? Увы, вероятнее всего Один дворник будет просто с лопатой на 10 дворов Как, впрочем, всегда у нас это и было Так что, граждане, запасайтесь снеговыми лопатами Уборка снега в ваших дворах Это будет теперь вашей новой священной обязанностью Далее был содоклад Министерства транспорта и дорожного строительства И на нём тоже не было министра Свежеобысканный Министерством внутренних дел господин Булышев По подозрению в соучастии в неких деяниях в городе Сибая Не присутствовал в этот раз на оперативном совещании За него доклад делал Виктор Александрович Жульков Который бодренько нам сообщил о том, что 58 ДТП случилось за минувшую неделю Пострадало 55 человек, погибло 6 Совокупно погибших на дорогах в этом году 299 человек Также было изловлено за весь год свыше 10 тысяч пьяных водителей Что нам говорит о том, что в этом году количество пьяных, задержанных за рулём В Республике Башкортостан будет выше, чем в 2021 году Хавиров также в полуха слушал Жулькова И, выслушав его доклад, заговорил о своём Он заговорил о развязке на въезде в Уфу Он несколько раз говорил нашим чиновникам, что он там очень хочет, чтобы всё было красиво Чтобы цветочки, крупномерчики, всё было чики-пуки И в этот раз он заявил следующее Я сам сказал, что въездную группу в Уфу, я там с линейкой буду ходить Ну, вы понимаете, я образно говорю, то есть я очень внимательно смотрю Мне там уже не нравится Посадили, значит, ту картинку, которую мне показывали Въездная группа, да, вот я говорю о красоте, значит, о газоне, о тех деревьях Она уже не бьётся с тем, что там я вижу Аллан Викторович, сегодня выезжайте туда Там посадили какие-то полудохлые где-то, значит, растения Я с этим не согласен Собственно, вот весь Хавиров И он вот в этой фразе Его не интересует сама развязка Его не интересуют углы подъёма в качестве асфальта Разметка, светофоры, указатели Что, собственно, и есть главное в развязке Его интересуют, чтобы вокруг красиво было Жаль, нельзя сделать какой-нибудь деревенский заборчик И побелить его белой красочкой Ну, чтобы вот так он был везде там на развязке И тогда ему будет совсем нравиться Ещё можно на этот заборчик повесить какой-нибудь домотканный ковёрчик И будет вообще мило Ну, в данном случае речь идёт о растениях Начинающий ботаник Хавиров стал разбираться Дескать, говорит, из леса накопали каких-то прутиков А ему нужно, чтобы декоративно всё было Ну, в общем, отчитал он показатель на Морзаеву Морзаев хитро улыбаясь, значит, сообщил, что всё будет чики-пуки Приходите, Ради Фаридович, с линейкой Будет вам там на что посмотреть Ну, ладно Бог с ней и с развязкой Движемся дальше Далее последовал доклад об успехах Об успехах уборочной кампании в сельскохозяйственном секторе Республики Башкортостан Министр сельского хозяйства оперативное совещание встретило аплодисментами Я предлагаю поздравить Ильчата Льдуща, его команду и, конечно, наших дружников-селян АПЛОДИСМЕНТЫ И правда было за что Действительно, в этом году Республика Башкортостан собрала выдающийся урожай, лучший с 1986 года И составил он 5 миллионов 22 тысячи тонн уже на данный момент При том, что обработано только 82% площадей зерновых То есть мы тут где-то в район 5 миллионов 100 тысяч тонн выйдем легко Господин Фазарахманов, светясь от радости и удовольствия, сообщил нам о трех компонентах его успеха Это погода, лизинговая техника и удобрения Ну, в принципе, вполне себе закономерные компоненты Действительно, было здорово с погодой Видимо, здорово было и с лизингом Но и удобрений было в избытке В России сейчас некуда девать удобрения, никто их не покупает И у нас действительно их завались, и они очень дешевые Впрочем, упали цены на само зерно Рынки, как сказал Фазарахманов, перенасыщены и цена очень низкая Российская Федерация пытается продать за рубеж 50 миллионов тонн зерна Но не то, чтобы кто-то этому сопротивляется Просто не всем с руки и вообще возможно работать с Россией Закупая какие-то крупные экспортные объемы Тут, конечно, есть проблемы И проблемы эти отражаются, естественно, на аграриях Башкирии Собрать-то собрали урожай, что теперь делать будем? Хранить негде, продать некому Но порадуемся хотя бы тому, что есть В частности, Фазарахманов сообщил нам еще об одном успехе Это о том, что он заготовил корма для крупнорогатого скота на два сезона Что тоже очень здорово Сохранить бы теперь эти корма и все будет хорошо Хабиров с удовольствием выслушал Фазарахманова Несколько раз похвалил, поздравил Но сообщил ему тревожную новость Что теперь он будет требовать от него 6 миллионов тонн в год То есть, как сказал Хабиров Надо готовиться к высоким урожаем Хранению, обработку нужно отлаживать Не понимает Ради Фаритович, что высокий урожай 2022 года Это действительно стечение обстоятельств На будущий год не будет запчастей для импортной техники На будущий год может случиться другая погода Удобрения, возможно, останутся Но это не точно То есть, если вдруг все три компонента успеха Фазарахманова попадут под вопрос То, соответственно, и урожая такого не будет, как в этом году А еще огромное количество молодых людей Которые управляли техникой, тракторами, комбайнами и прочими вещами на селе На данный момент мобилизованы и ушли из этого сектора экономики Заменить их, к сожалению, некому То, что они вернутся, это совсем не факт И вернувшись, смогут ли участвовать в том же, в чем участвовали раньше, тоже не факт Так что Ради Фаритович действительно прав Нас ждут тяжелые времена Он начал об этом говорить Соответственно, пожалуй, здесь стоит ему поверить Впереди у нас действительно большие проблемы и тяжелые времена Закруглил совещание Хабиров опять разговорами о празднике Говорил он об 11 октября, о Дне Республики Это неплановый выходной на следующей неделе Насколько я помню, это будет вторник Сказал об этом Хабиров как-то мрачновато Дословно так Дай Бог в этот день проведем все мероприятия Памятник откроем, торжественное совещание проведем Ну, откроют, наверное, они этот нелепый памятник на Советской площади Где черный Шамуратов будет скакать вдаль В окружении белых греческих мраморных колонн Где трижды замененная плитка и четырежды переставленные скамейки Может быть даже фонтан включат, хотя будет наверняка уже холодно Вообще звучало все это довольно растеряно, печально Не будет того светового шоу, которое запланировал Хабиров за 28 миллионов рублей Собственно, мы все понимаем, что все эти празднества были в честь четвертой годовщины власти Хабирова А вовсе не в честь генерала Шамуратова Просто уж так это теперь называлось Но, действительно, Хабиров, похоже, грустит по тому времени, которое ушло Вот эти бесконечные празднества Торжества, самодовольства, сытости Вот этого всего уже наверняка не будет Говорят, ему напомнили о том, что неплохо бы отмечать не только свои праздники, но и чужие На этой неделе, например, у нас светлый праздник 70-летия Владимира Владимировича Путина И кому как не Хабирову отвечать этот день рождения изо всех сил Посмотрим, будет ли упоминание хотя бы какое-то о круглом юбилее руководителя России внутри нашей Башкирии Или Хабиров игнорирует эти просьбы, а обратились к нему, говорят, что целые аж племенники Путина Не забыть отпраздновать этот юбилей Посмотрим, с каким размахом Радий Фаритович отметит день рождения Путина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова